И наконец мы добрались до 32-битного формата. И сегодня я вам сообщу неприятную новость. Начиная с этой программы мы перестаем рассказывать об играх на Panasonic 3DO. Но отсюда вытекает вопрос, о чем мы будем вам рассказывать на 32-битном формате. Отвечу. Начиная с этой программы и в следующих вы будете узнавать о новых играх на Sony PlayStation. Сегодня вы узнаете об игре, которая покорила многих на персональном компьютере Super Nintendo Panasonic 3DO. Итак, Doom на Sony PlayStation. Doom на Sony PlayStation заметно отличается от своих коллег на других приставках. Во-первых, очень изменилась графика. Конечно же, в лучшую сторону. Sony выложилась на всю катушку, но результат оправдал себя. Более плавное движение героя, увеличенное оружие, великолепное освещение, видны даже все отблики света на стволе. К тому же, программисты сделали в этой игре 59 уровней, собрав их из первого и второго Doom'а, а также из Ultimate Doom. И еще они придумали несколько собственных уровней. О Doom'е первом мы вам рассказывали. Теперь пару слов о второй части. Во втором Doom'е появилось много новых монстров. Их число дошло до 16. Оружие со времен первой части осталось почти без изменений. Добавились только двухстворка убойной мощности. Еще хочется заметить, что на Sony PlayStation нет записи. Но зато после каждого уровня дается вход, в который запоминается все ваше оружие и энергию. Монстры обычно не блещут умом. Исключение составляет только кибер-демон, который, увидев вас, станет стрелять из базуки. А если вы убежите от него, то он просто начнет вас преследовать. Остальных демонов вы сможете легко победить. Хотя не всегда. Например, поставьте сложность Ultra-Violence, дойдите хотя бы до 10 уровня. И когда на вас набросятся, так, примерно 300 монстров, сразу спросите себя, а вообще, нужны ли им мозги? А еще говорят, что перед смертью открывается истина. И что самое интересное, Doom на Sony, как и на персональном компьютере, тоже предназначен для сетевой игры. Можно играть одному, вдвоем, втроем, четвером. Можно проходить игру вместе. Ну и, конечно же, существует всеми любимый Dead Match. Одним словом говоря, Doom на PlayStation переплюнул всех своих собратьев на других приставках. Как количеством уровней, так и великолепной графикой и звуками. И, на мой взгляд, Sony создала наилучшую трехмерную бродилку из всех, которые были созданы на всех типах игровых приставок.